арабы бронзового века в этом видео поговорим с вами о наборе войн исторических миниатюров фирмы цезарь название можно перевести как арабские войны на верблюдах и бедуины библейских времен библия описывает достаточно большой исторический период поэтому необходимо определить рамки для этого набора миниатюр мы ограничимся периодом с 13 века до нашей эры когда по преданиям моисея вывел евреев из египта и до 10 века до нашей эры ознаменовавшимся концом бронзового века первое упоминание об арабах можно найти в сирийских и вавилонских хрониках также про арабов говорится в библии согласно священному писанию они появились в 14 веке до нашей эры в за иордании а затем и в палестине прородина арабов аравия первоначально эти племена назывались ибрии то есть перешедшие через реку ученые выяснили что речь идет о реке евфрати а следовательно племена вышедшие из аравии сначала продвинулись на север в месопотамию а затем повернули на юг слова ибрии отождествляется с именем авраама или именем его легендарного предка эбера от которого ведут свое происхождение евреи и арабы среди ученых считается что факт существования авраама не доказан при этом евреи и арабы это родственные семитские народы по мнению ученых семитские племена в том числе и предки арабов в третьем тысячелетии до нашей эры заселили сирию и месопотамию но вскоре они смешались с проживавшими там акациями в 13 веке до нашей эры началось новое продвижение на север семитских племен говоришь их на арамейских наречиях постепенно они вытеснили или смешались с местным населением в рассматриваемый нами период времени создали ряд государств таких как пальмира и саба арабы делились на оседлых земледельцев и скотоводов кочевников информация внешнем виде жители аравии синая не очень много в египетском храме бейт-эль-вели есть изображение воинов шассу на основе этого рисунка ученые сделали реконструкцию внешнего вида воина нас интересует воин в правом углу картинки одежды служит льняная обмотка вокруг тела на голове шапка или намотанный платок вооружен воин мечом хопишем и дротиками одежда шассу была похожа на одежду арабов из хадрамаута даже сейчас в этом регионе носят головные уборы исходной конструкции с образцами 13 века до нашей эры в книге богословской одежда народов библейских стран высказывается идея что шассу и арабы это один и тот же народ также там представлены прорисовки изображений одежды шассу с египетских барельефов и фресок обратите внимание что одежда разница от набедренных повязок с покровами и узорами популярными у народов моря до длинных одеяния почти полностью закрывающих тело к арабам можно отнести кочевников бедуинов в 13 веке арабами был приручен верблюд драмадер это позволило им совершать переходы по пустыням внешний вид бедуинов можно реконструировать по барельефу ассирийцев 7 века до нашей эры более ранних изображений бедуинов пока у ученых нет на головах воинов платки возможно парики или просто волосы из одежды набедренные повязки как было организовано войско арабов сложно ответить на этот вопрос кочевников видимо основы войска служила верблюжья кавалерия главным их оружием были луки воины приближались противнику вели его обстрел не вступая в ближний бой они стремились расстроить боевые порядки врага и заставить его бежать с поля боя наиболее эффективно легкая кавалерия именно при преследовании бегущего врага или для атаки на небольшие отряды не имеющие плотного построения чисто оседлых общества арабов не было поэтому в армиях оседлых народов воины были пешими а также присутствовали и войны на верблюдах при этом видимо преобладала пехота войско состояла из племенного или городского ополчения наверняка были небольшие отряды воинов лично преданных вождю среди воинов должны были выделяться более дорогим вооружением представителей нарождающейся аристократии на этих прорисовках с барельефов мы видим воинов в руках у которых тротики и мечи щитов нет видимо пехота была легковооруженной хотя думается что пехота ближнего боя вооруженная щитами у арабов все же была но данных ученых о них пока нет теперь посмотрим что находится внутри коробки модели выполнены в масштабе 1 к 72 на коробке указано что внутри 39 фигур давайте их разберем у нас 33 пеших и 4 конных воина 2 фигурки верблюдов фигурки не окрашены перед окраской модельными красками обязательно загрунтуйте модель на пластике из которого сделано солдатики краска полностью не высыхает если ее просто нанести на незагрунтованную поверхность даже спустя восемь лет краска остается липкой давайте разберем в каких позах отлита модели вождь вид спереди и сзади он вооружен хопиша фигурка в окрашенном виде лучники наборе 4 пеших лучника и луки сложно составные при покраске фигур колчан и окрасил в цвет корове кожи воины с мечами хопишами подобные мечи носили заткнутыми за пояс ножнах не делали еще воины с хопишами одежду правого бойца я окрасил в черный цвет одной из фигурок я заменил меч на копье как это делать я описал в моем видео как делать солдатка своими руками смотрите данный видеоролик по ссылке в конце этого видео или в описании к нему воины с копьями я ничего не менял одежду одного воина окрасил в цвет еще воины с копьями фигурки без изменений в окрашенном виде стоящая фигурка опирающаяся на копье обратите внимание что наконечники копий и мечи окрашены в бронзовый цвет в то время стали еще не было в массовом количестве бегущие войны с копьями их подставки слишком маленькие и фигурки крайне неустойчивые еще бегущие фигурки с копьями у них тоже беда подставки слишком маленькие к тому же можно видеть насколько кривы их копья по этой причине я заменил копья взяв их из набора македонской фаланга от звезды подставки этим 8 фигуркам поменял взяв их с этих наборов подставки лучше брать греков так как они более толстые в подставке делаем отверстие у арабов срезал подставки так чтобы на ноге оставался штырик соединяем ногу с подставкой и склеиваем или спаиваем их готовые фигурки копки заменены одному воину дал в руку саблю фигурки стали более устойчивыми однокорбые верблюды по боку у них сделаны отверстия для крепления всадников на ногах у всадников сделаны штырьки садники вооружены луками фигурки в окрашенном виде один лучник целится из лука а другой достает стрелу из колчана понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет реквизиты указаны в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео не забудь поставить лайк подписаться на канал